Менее чем через год в марте 2018 в России пройдут выборы президента страны. Один из лидеров оппозиции Алексей Навальный, выложивший в интернет пространство фильм о якобы имевших место нарушениях коррупционной направленности со стороны премьер-министра России Дмитрия Медведева, возглавляющего еще и партию власти, организовал в крупных городах 26 марта серию протестных митингов. В Воронеже это был один из самых многочисленных за последние годы митингов оппозиции, отличительной чертой которого стало участие большого числа студенческой молодежи. Спасибо всем, кто пришел. Вместе мы заставим власти ответить на наши вопросы. Почему они живут так, как они живут? Почему они воруют? Мы с вами наблюдали ту молодежь, которая, в общем-то, выходит на протестные вещи. То есть, значит, здесь где-то вот эти социальные лифты мы с вами тоже упускаем и недорабатываем. Это надо тоже понимать. Мы можем там закрывать глаза и делать, что этого не происходит. Это происходит. И самое главное, что я-то не понаслышке это видел своими глазами, как это происходило на Донбассе, там, как это в Киеве было. В то время я там в Одессе был в это время. Это все кажется, там, это они же дети, они же дети. Такие дети вот делают Майданы после этого. Поэтому здесь нам нужно обратить особое внимание вот на этих вот ребят и посмотреть, чем они, в общем-то, недовольны. Они же ведь просто, если это из хулиганских побуждений, ну, это другой вопрос. Это вопрос сферы Уголовного кодекса. А вот если они чем-то недовольны, ну, какие проблемы? Давайте, пускай приходят, мы готовы их выслушать. Никаких проблем. То есть, если это действительно так, если это просто, там, какая-то борьба абстрактная с коррупцией. Борьба с коррупцией – это каждодневная работа. Причем пахать надо так, что мама не горит. И, на мой взгляд, это я и выступал в Государственной Думе, и на общественных площадках. У нас тоже есть определенные вещи, которые нам требуется доработать. Потому что механизм парламентского расследования, в принципе, плохо работает, на мой взгляд. Практически очень слабый. Судебная реформа, она крайне необходима, она назрела. И, наверное, можно говорить о том, что это начало нового политического сезона, это подготовка к президентским выборам 2018 года. И надо сказать, что этот старт достаточно сильный, который будет иметь влияние на весь период предвыборной кампании. Собравшиеся участники в основной своей массе демонстрируют неприятие политики современной государства в России. И можно сказать, что они стоят на позициях несистемной оппозиции. Это отказ от всех достижений последних лет, в том числе и патриотических, и социальных, экономических. Понятно, что люди недовольны, но тут мы можем говорить о том, что все-таки участники митинга выражают интересы не всего общества, а только той части, которую можно назвать радикальной оппозицией. Может быть, эти люди сами по себе не радикальны, но это полный разрыв политической ситуации, которые в настоящее время есть в России. Вызывает удивление то, что наша политическая власть, то, что Кремль, администрация президента опять наступает повторно или даже на третий раз на одни и те же грабли. Если у нас в прошлый раз после Болотной площади была собрана значительная команда таких организаций, которые, патриотического сектора, которые боролись с Болотной площадью, их практически распустили, их выбросили из политического поля, то сейчас мы сталкиваемся с такой же новой ситуацией, что их заново будут собирать. Это, конечно, очень недальновидно было, так же, как и недальновидно пускать либералов радикального плана, ну, скажем так, несистемную оппозицию в политическое поле. И то, что это происходит сейчас, мы видим и наверняка можно сказать о том, что в этих действиях, которые мы видим у нас за спиной, вот это митинг радикальной оппозиции, есть большая доля и нашей администрации президента, которая дает санкции своего рода на проведение таких мероприятий. То, что эти события могут обернуться большими проблемами для нашего политического процесса, для нашей страны, это более чем очевидно. Мне кажется, что нужно делать выводы и не повторять ошибок прошлого. Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас, кстати говоря, в последнее время меньше, судя в том числе по опросам общественного мнения, ну и для других стран. Это актуально, и мы это делаем, и люди в стране это видят. И я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности и позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к этим проблемам. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украину. В какой хаос погрузило, погрузили эти события нашего соседа на Украину, мы тоже хорошо знаем. Поэтому борьба с коррупцией – да, использования этого инструмента в узкокорыстных политических целей нет, и все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходят за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством.